Своё отделение общества слепых самарцы создали одними из первых в стране среди региональных организаций в 1924 году. Сегодня оно включает 9 местных первичек, которые охватывают все города и районы области. Ежегодная инвалидность по зрению в губернии получает около 100 человек, и лишь пятая часть от этого числа присоединяется к ВОЗ. Выявить и найти ослепших задача сложная, но для общества первоочередная. Ведь таким людям требуется срочная помощь и поддержка, чтобы они не потеряли своё место в жизни. Человек потерял зрение уже в зрелом бодрости, когда у него всё есть, и квартира, и машина, и дой, и семья, и дети. Всё есть, и вот так зрение бах, неважно по какой причине. Может быть это болезнь, может быть это, скажем, будем говорить, травма какая-то производственная. Но человек остаётся один совершенно, понимаете, в этом случае. Поэтому это страшная задача, вытащить человека из этой петли. Наталья Семёнова состоит в Обществе слепых с 14 лет. Здесь нашла мужа возможность профессиональной и творческой реализации. Сейчас выступает в составе трио с «Песней по жизни». Коллектив образовался недавно, но уже успел завоевать награды на всероссийских фестивалях. Я вообще очень благодарна нашему обществу. Почему? Потому что, ну вот как раз это поле деятельности для нас, мы себя здесь чувствуем равными среди равных. И вот общество слепых делает всё, чтобы человек мог развиваться. То есть вот стимулирует нас ко всяким хорошим делам. Отличившихся успехами членов общества слепых во время юбилея наградили почётными грамотами областного министерства социально-демографической и семейной политики. Организация постоянно взаимодействует с исполнительной властью по проблемам инвалидов, причём не только по зрению, но и других категорий. Светлана Стрибкова, Алексей Гриднев, Новости губернии. Спасибо.